Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж пекарня в наследство. Давненько меня здесь не было, приношу свои извинения. Я уже честно не помню, что здесь у нас происходило, что у нас здесь поменялось, но в общих чертах я что-то помню. А ещё у меня появились планы, что мы будем делать дальше. В постройках я, по-моему, делилась с вами этими мыслями. Собственно говоря, сейчас будем воплощать, сейчас буду рассказывать и вообще сейчас будем вспоминать, что у нас здесь. Ну, во-первых, насколько я помню, я поменяла причесочку нашей барышни, нашей Зои. Она до этого была с повязкой, сейчас я сделала вот такие вот кудряшечки. Мне кажется, ей идёт. А ещё из нового дополнения в неё, по-моему, свитерок. Да, это из сельской жизни. У нас я её переодела немножко. Вот, последний раз мы, кстати, закончили на том, что мы, наконец-то, сделали ей спальню. Как видите, она по-прежнему такая пустенькая, но уже с обойками, уже чистенько, аккуратненько. А там у нас первая наша ванная, красивая и уютная. Тоже вот всё здесь есть. Правда, всё не очень дорогое, но оно есть. И это уже хорошо, потому что ей надоело мыться в душе, который был на улице. Так, и последний раз я тоже, последней серии, переделывала нашу пекарню. Но после этого я её ещё переделала. Да, она совершенно другая, потому что тут всё было в красных тонах. Она ещё немножко поработала, и я решила вообще всё поменять. Да-да-да. А ещё и телек купила сюда, я не знаю зачем, но его никто не смотрит. Но я зачем-то его купила. Я думаю, потом просто перевесим его, когда у нас будет гостиная. Здесь тоже. Ну, я цвета здесь поменяла, я ничего здесь не дополняла. А, по-моему, вот эту штуку тоже. Я сделала вот эти вот дурацкие столики. На самом деле дурацкие, потому что за ними никто не сидит, по сути. И мне не нравится, короче. Изначально мне нравилось, и народ сюда приходит. Кстати, давайте посмотрим, что у нас в холодильниках. Народ приходит, да и вообще никто не сидит. О, у нас нормально, кстати. Вот. И что-то как-то... Оно, конечно, красиво выглядит. Мне очень нравится, как оно выглядит со стороны. Но оно вообще бессмысленно. Вообще. То есть я понимаю, что... Короче, надо ставить сюда открытые вот эти витрины. По одной простой причине. Вы знаете, я тут строила в сельском этом городке. Пекарень, которая тоже совмещена с домом. И для того, чтобы снять превьюшечку, я запустила просто пекарню, напекла кучу-кучу всего. Плюс я не разбирала на запчасти. На смысле того, что когда я его пекала, я не разбирала поштучно. Просто вот там спекли и в холодильнике. У меня были вот такие холодильники и были открытые холодильники. И могу сказать вам, я очень много заработала за первый день. При том, что у меня была минимальная наценка. И я что-то не понимаю в этой жизни. Я поняла, что я чего-то не понимаю. При этом, ну, при том, что я говорила о том, что я не хочу. Эти открытые, они бессмысленные, они неудобные и так далее. И я поменял свое мнение, мне кажется. А еще у нас, кстати, есть второй этаж, на котором, мне кажется, что вообще никто никогда ходить не будет. Вообще. А у нас гномики тут есть. Ну, если только сюда не поставить холодильники. Еще холодильники, еще. Вот только открытые точно не надо, чтобы туда-сюда не бегать. Зои по ступенькам. Потому что, когда покупают в открытой витрине, надо, чтобы тебя обслужил продавец. А нам нельзя заводить именно продавца. А что у нас пустая миска? Расскажите мне, пожалуйста. Как раз иди наполни миску. Вот. В общем, я предлагаю открыть. Во-первых, открыть пекарню. Во-вторых, купить. А, у нас ничего нет. Сейчас мы продадим эти наши фрукты, овощи, которые у нас тут в изобилии. Я говорила о том, что надо избавиться. Но нет, я не буду избавляться. Потому что уж очень хорошую прибыль нам это все приносит. Так, вот массовая продажа. Всего 900. Мне кажется, холодильничка на 2 нам хватит. А, кстати, у нас же... А, у нас тут 1900. Слушайте, у нас тут нормально все. Все у нас окей. Сейчас мы, короче, наверное, поставим, откроем. Еще я хотела генератор кексов купить. Если честно, очень сильно хотела купить. Потому что, опять-таки, у нас там большое количество, на самом деле, рецептов, которых я лишаю. Свою пекарню. Потому что до этого мне казалось, ну зачем? Ну, оно надо, не надо? Ой, как красиво выглядит. Она аж посмеялась. Как много я заработала. Как это прекрасно. Так, кстати, надо уже убрать вот это все. Потому что она уже спит в доме у меня же. А, ну питаться она еще не в доме. Потому что мы еще не открыли нашу кухню. Что я хотела? Я постоянно избиваю сама себя с мысли. Так, давайте переведем деньги. Я сейчас быстренько зайду в... Что это такое текущий магазин? А что у него... Подождите, стоп. Так вот же. А, а я, видимо, что-то купила. Ясно. Все со мной ясно. Я что-то, скорее всего, обставляла. Наверное, этот... Телек купила, телек. А нам нельзя, кстати, вообще себя лишать денег. 900. Давайте 900. Подтвердить перевод. Я не помню, сколько этот генератор кексов стоит. Но дорого он на самом деле стоит. Ну, пару дней поработаем. Пару дней поработать придется. Вот. Еще нам нужно как бы вот это все делать. Вот это все. Тут нужно изысканную кулинарию прокачивать. Для столовой я не помню уже что. Но что-то тоже до пятого уровня. Там по деньгам недорого. А вот прокачка у нас серьезная должна быть. Так. А, мы же сейчас вот эти стульчики-столики продадим. И что-то будет окей. Так что давайте через паузу я к вам вернусь. Ну что ж. Мне повезло. Я продала все, что у меня было здесь внутри. И мне хватило вот как раз на четыре вот эти открытые витрины. Я думаю, больше все-таки не надо. Хотя мне захотелось еще сюда поставить. Не знаю пока еще, как это все будет. Вот. Пока мне не сильно опять-таки нравится, что здесь внутри. Но посмотрим. И мне хватило на генератор кексов. Потому что он стоит всего 1200. Мы опять остались, по сути, без денег. Но ничего страшного. Сейчас мы на самом деле откроемся. Ой, уже пять часов, хотела сказать. Три часа уже. Много уже времени. Это давай я открою магазин, пожалуйста. Ну, пекарня, точнее. Я, кстати, здесь поставила вот собачью эту лежанку. Потому что она любитель здесь прийти, полежать и еду. А я вспомнила, что здесь у меня есть. Ну, в общем, ничего страшного. У меня здесь мячики, куча всего. А, кстати, я же еще, вот, какие были мои планы. Переделать вот этот этаж, первый наш, жилой. Тоже по торговую точку. Потому что зачем мне такой большой дом? Она пока, во-первых, одна. Во-вторых, как-то слишком большой дом. Ну, вот. Так, сейчас я ей назначу готовку. И мы, на самом деле... Ну, пока она будет делать, я вам буду рассказывать свои мыслишечки. Давайте для начала приготовим мои кексики. Классические, ванильные, кофейно-мятные, морковные. Давайте все. Они, по-моему, очень быстро, кстати, готовятся. И я не буду их разбирать. Вот, кондитерские изделия. Вот этот вот отдел, он очень большой, на самом деле. И такой прибыльный, мне кажется. Фруктовые булочки. Я хочу фруктовые булочки. Я сама, конечно, хочу фруктовую булочку. У меня нельзя. Так-так-так, что у нас тут есть? Шоколадные сухари и драники из мягких крабов. И крюассаны. Видите, как тут много всего. А я себя этого лишила. И своих посетителей. Видите ли, не захотелось. И профитроли, пожалуйста. Предоставка нам из генератора. И повторюсь, они очень быстро готовятся в этом генераторе. То есть, они там не возятся сильно долго. Так, вот пока на общем плане. Чтобы я видела, кто там у нас приходит, кто не приходит. И плюс я сама смогу относить вот в эти открытые. То есть, ей не надо будет тоже никуда ходить. По поводу вот этого первого этажа. У нас же недавно вышло дополнение спа. И у нас появилась возможность зарабатывать на этом деле. Я пока не очень знаю, как это делается. Насколько я поняла, ты покупаешь вот это креслице, которое там для массажа, либо для маникюра, педикюра. Просто его устанавливаешь. И я так понимаю, все. Ну, у тебя должен быть какой-то, по-моему, уровень, там, что у нас там, что-то с жизнью, там, ось, что. Ну, короче, когда йогой занимаются персонажи, у них прокачивается вот этот навык. По-моему, он должен быть у нас прокачан. Ну, куда ты понесешь? Расскажи мне, пожалуйста, что ты подзависла? Ага, она будет туда-сюда носить. Ну, ладно. Тоже хорошо. Ага. Ну, она хотя бы не выносит сюда, потому что эти стервятники просто мгновенно, мгновенно прибегают и такие... А что это у вас тут внезапно в пекарне? А этот, обнаружилось что-то бесходное. Надо его съесть, срочно съесть. Так что, в общем, надо очень сильно беречь. Ну, получается, здесь же столиков теперь нету. Она сюда носит. На самом деле, вот эти жёлтые мне так не нравятся. Человек, которому ничем не нравится, это я. Надо, наверное, на бежевые какие-то переделать. Потому что она как-то вообще сильно яркая. Не знаю. Ну, бывают такие вот... Я думаю, у каждого бывают периоды, что что бы вы ни делали, там, в обычной жизни, в играх, в чём угодно, вам всё вот что-то не так. Вот что-то всё-таки не так. Вот что-то не нравится постоянно. Вы такая банючка, которая ходит и нудит всем. Мне то не нравится, мне то не нравится. Но пока я мучаю только вас и себя. Ну, в первую очередь, конечно, себя. Потому что когда вот у меня такое происходит, это мой персональный ад, потому что я такой человек, что я люблю, чтобы вот всё было чётенько, аккуратненько, чтобы мне всё нравилось, чтобы у меня не вызывало дискомфорта. То есть я буду обычно переделывать до того момента, пока вот мне на 100% всё не будет. А чё ему ничего не нравится? А чё я не включила, кстати? Стоп. Включи, пожалуйста. А у нас всё можно? Странно. А давайте что-нибудь включим им. А то, мне кажется, как-то... Вот, лёгкая музыка. Отлично. Мне кажется, идеально. Зачем я два купила? Непонятно. Давайте и там лёгкую музыку включим, чтобы у нас не было диссонанса. Так, у нас уже пошли третьи кексики. Так, на продажу. И в открытую витринку. Так вот, про... Я чё-то... Как обычно, начала рассказывать заодно, потом отвлеклась. Про маникюр. Что можно устанавливать вот это кресло и как бы предлагать свои услуги на общественных участках. Но у нас же это общественный участок. Вот у нас люди. Мы можем предлагать им маникюр-педикюр. Вот. Это во-первых. А до этого у меня ещё была мысля продавать вышивки. Вот так просто. Ну, то есть у нас же опять-таки это торговый участок. То есть это общественный... Общественный торговый участок. Это у нас магазин. Ну, как бы оформлено. А это как магазин, потому что выпечку можно продавать только через магазин, через ресторан. Её нельзя продавать, точнее. Вот. И я подумала, что, ну, наверное, так возможно. Единственное, что будет ли всё, это наша Зоя успевает, либо нам нужно срочно выходить замуж или заводить каких-нибудь родственников. Но я думаю, что она сама справится. Она у нас сильная женщина. Сейчас вот она наготовит, загрузит вот эти холодильники. С этими холодильниками у нас всё в порядке. Там у нас всего достаточно. Только у нас продажи так и не идут. Уже сколько открыто? А всего три часа открыто. Это, в принципе, для них очень даже мало, я бы сказала. Вот. И продавать, как бы, сделать отдельный кабинет под маникюр. То есть я хочу, чтобы она делала маникюр. Только не хочу ни массаж, ни ничего. А именно маникюр. Маникюрный салончик такой небольшой. Ну, как бы кабинетик. А всё остальное отдать под вышивки. Как вы думаете, у меня получится сделать такое сверхприбыльное место, что вот каждый участок у нас что-то продаётся. Я не знаю, что из этого выйдет, получится ли это вообще. Но нам, для этого нам нужно, как бы, отремонтировать вот эту часть. Я не буду говорить, что, ой, давайте всё просто здесь снесём. Мы же, стерноторговая площадка будет. Нет, мы откроем по-настоящему кухню. Мы откроем по-настоящему вот это пространство. Но у нас, типа, столовая это считается. Это мне нужно просто в своей записи заглянуть, что нам нужно прокачать для этого дела. И, как бы, отремонтируем здесь всё. Но вначале, кстати, я думаю, что надо начать с того, что мы купим этот набор для вязания, ой, для вышивания, точнее. И попробуем хотя бы одну вышивку сделать и выставить её в нашем магазине уже, который есть. Попробуем. Посмотрим вообще, как они продаются, не продаются, как это всё происходит. Вот. Тут же самое маникюрное кресло тоже можно сначала туда поставить, потому что, мне кажется, долго мы будем прокачивать все вот эти штуки. Ну, а что такое? А денег нету, да? У нас вообще денег нету. А у нас всё ничего не покупают и не покупают. Тут я такая была окрелённая, что у нас такая схема, такая схема. Я бы так придумала классно. А в итоге у нас ничего не покупают. Ну, я не отчаиваюсь, честно. Я стараюсь не отчаиваться. Чё мы там ещё можем приготовить-то? У нас, кстати, восьмой уровень. О, у нас восьмой уровень, и мы можем вам фруктовые булочки уже готовили. Вот. Пончик с кремом. Давайте пончик с кремом, потом ещё с вареньем. Сделать прям, говорю, мега-прибыльный такой. Мега-бизнес. Мега-мега-бизнес. Множественный. Ну, как бы, многопрофильный. Почему нет, как бы? О, наконец-то! Банановый хлеб у нас купили. Два бананового хлеба, да? А, киш со шпинатом и грибами. Ну, спасибо. А то у нас тут как-то совсем грустнячее было. Никто ничего не покупал. Нам надо, кстати, быть на стрёме теперь из-за этих открытых витрин. Я хочу прям всё заполнить. У нас, конечно, уже познаватенько. Но ничего, она ещё нормально сидит. Чего тут надо кушать хочет? Ну, такое. Потерпит. Вы же знаете, я самый гуманный человек в этом мире. Потерпит. Это иногда полезно. Нет, пропустить какой-нибудь приём пищи иногда полезно. Так. Чего мы тут? Мы тут уже всё готовили. Ну, просто они самые дорогие. Вот давайте ещё шоколадные сухарики. Мне кажется, шоколадные сухарики у желатиновый торт. Мы же можем в желатиновый торт готовить. Ладно, давайте тогда вот ещё сухарики. И будем классическую выпечку делать. Ну, из холодильника просто. Но, опять-таки, не будем разделять её на мелкие. У нас тут ещё куча места. Но я хочу затариться по полной, чтобы уже потом заниматься прокачкой всего. Чтобы у нас уже было всё готово. Чтобы мы туда-сюда не разрывались между выпечкой, между вышивкой и так далее. А спокойненько себе сначала одно сделали, потом другое. Но для задачности это плохо. Ой, что это такое? Мы можем... Что? Мы поможем вам встать на ноги, вручив 50... Нет. Что это такое было вообще? Первый раз такое предлагают. Какие? Наглецы. У нас всё нормально с деньгами. Вы не смотрите, что у нас 90-20 миллионов. Но всё хорошо. Избили нам выпечку, блин. Верните выпечку. Я хочу посмотреть, что мы можем приготовить. Потому что холодильник в последнее время очень долго открывается. Так, фруктовый... Да, фруктовый торт мы можем. Фруктовый, пряный, желатин. Ну, вот это всё мы... Вот это всё мы приготовим сейчас как раз. По-тихоньку мы будем это всё готовить. Вот. И будем всё это заполнять, заполнять, заполнять. Пока она будет спать... О, спасибо большое. Пока она будет спать, я посмотрю, что там по этим. По нашим навыкам. И на самом деле будем, наверное, как раз таки завтра. Ну, по её... Завтра. В её понятии завтра это будет. Попробуем сделать вышивку хотя бы одну. Выставить её. Можно здесь вот где-то повесить. Её же... Я так понимаю, их можно повесить. То есть их не обязательно где-то... А что-то у нас такое? Кусочек снега, получается? Да? Ага. Это кусочек снега. Почему так там пророса? У нас, кстати, на самом деле открытые окна. Мне кажется, в нашей пекарне должно быть просто нереально холодно. Просто должен быть колотуньще. О, кошмар какой. Что-то из этих тоже ничего не покупают. Ну, ладно. А что у нас вообще? Что-то купили? В принципе. Четыре. Ну, так. Триста-ти миллионов. Не очень много. Но нормально. Это лучше, чем ничего. Классно. Любит легко музыку. Окей. Прекрасно. Я и вообще что-то не слышу. Народ так сильно разговаривает, что я не слышу музыку, если честно. Так. Ну что, мы продолжаем готовить. Ну что ж, доброе утро, как и обещала. Вчера до ночи наша Зоя готовила, готовила, готовила. Ну, кстати, и продалось надо очень много. Сейчас я вам покажу. Но заработали мы более-менее прилично. Там больше тысячи. Поэтому я кучу всего накупила. Сейчас я вам буду хвастаться. И сейчас мы будем все смотреть. Я, кстати, не заполнила полностью холодильник. Это было невозможно, потому что покупали, в общем, постоянно. Во-первых, я купила вот этот коврик. Я вспомнила. Навык здорового образа жизни. Я, кстати, не посмотрела, что нам нужно для открытия кухни. Но неважно. Мы сейчас будем больше сосредоточиться на том, что мы еще можем делать в нашей пекарне. Так, я купила вот этот наборчик для вышивания, чем мы тоже будем сейчас заниматься. Так, я, во-первых, кстати, открыла уже нашу пекарню. Я не проверила холодильники, холодильники, холодильники. Ну, нормально еще. Ну, вот по внешнему виду, на самом деле, много. Можно определить. Вот видите, эта козявка любит здесь спать. Ей нравится это место. Вот. И у нас тут, как видите, ну, скудненько так скудненько, потому что все раскупили. Конечно, не по сумасшедшим ценам, но, в принципе, неплохо. Так, так, так. Вот у нас пряный хлеб. Это было из холодильника. И лимонный торт безе тоже из холодильника было. 348, ну, как бы, если порционно, да, можно было бы в целом продать дороже, но это было бы гораздо дольше. А тут раз и купили, и все. Так, и еще вот это мы не обслужили. Это было из холодильника. Вот фрикадельки из лосося, не очень хорошо. Фруктовый торт хорошо пошел. Желатиновый торт, радуга, это был кусочек. Вот кекс классическая ваниль, 4 семиллиона. Я их не буду больше никогда готовить. Так, Астонус Зои. А, у нее все хорошо. Фу, смотрите, что я приобрела. Что мы можем на нем делать? Давайте посмотрим. Предлагать свои услуги. Ага, образы. Интересненько, давайте туда, пока она в хорошем настроении. Пока у нас все замечательно, на самом деле. Подзанимайся так, как ты. Йоги, ассасин. Что? Просто занимайся, короче, йогой. Прокачивай навык здоровый образ жизни. Да нет, не рассказывай. Давай уже, ты диешься на коврик. Оказывается, такой крутой, спортивный. Нарядец. Так, нет. Вот, получен навык здорового образа жизни. Нам нужно два. Я тоже так собаку, кстати, делаю. Вот так же. Раскаяку не достала. Носками. Это прям я в жизни. Ой. Какая жуть. Надо будет поочистить. Так, у нас тут начали приходить люди. Посмотрите, какой упакованный товарищ в шапке, в перчатках, в куртке. Прям по-настоящему зимний нарядец. Ну, кстати, надо еще иметь в виду, что надо будет, если что, прибегать. Надо было, наверное, эту штуку расстелить где-то здесь. Чтобы ей недалеко было бежать, если что. Мы, на самом деле, сейчас прокачаемся до одного. Ну, в смысле, еще один. Мы прокачаем и все. Мы не будем дальше прокачивать. Медленно, но качается. Ну, кстати, выпечка до девятого уже прокачалась. Это, на самом деле, хорошо. Мы уже можем, на самом деле, открывать второй уровень. Нам нужно четыре тысячи накопить. И вот, кстати, я думаю, мы накопим за эти пару дней. Пока не будем ничего покупать. Вот мы сейчас попробуем докачать до второго уровня. И предлагать будем свои услуги. Я так понимаю, что там, ну, выйдет дальше, что мы там можем. Маникюр, педикюр, массаж, там что. Это массажные кресла? Я не то и купила, что ли? Я что-то не очень поняла. Ладно. Если что, еще что-то купим. Хотя нет, ну там же массажный стол. Может, это оно просто так называется? Массажный? Массажное кресло. Мы скоро узнаем. У нас там прокачивается. Уровень нормалек. У нас тут знаменитость. Смотрите, прижитла знаменитость. Что-то она нас тут позирует. Пока никто ничего не купил. Я хотела показать, что мы вчера заработали. Что мы вчера... Ай. Мы не можем. Вот, мы можем глянуть. Ай. Нету предыдущего человека? Ну, короче. Мы там около десяти единиц продали. И вот больше тысячи мы заработали. Так что я считаю, что вполне себе нормалек. Народу, кстати, очень много чего-то на приходило. Но пока никто ничего не покупает. И нам надо вышивку, конечно, бы сегодня сделать. Попробовать ее повесить. Посмотреть, как это все будет. Как она будет... Будет ли... Ну, я видела, что их можно на стену вешать. Они, в принципе, для этого и нужны. Они не только для протажа нужны. Они так же, как и вязание. Что и вязание можно добавить в свой гардероб. Ну, вот эти... Все, что ты там навязал. Также и вышивки. То есть, не обязательно их продавать. Их можно вышить и повесить себе на стену. Я так понимаю. Что не просто уж в багаже ее носить. Какой смысл? А что они все ушли? Что-то ничего не купили? Ушли. Потусовались, погрелись. И ушли. Так. У нас, кстати, скоро будет весна. У нас уже зима заканчивается. Мы тоже, получается, практически год здесь прожили. Ну, как бы, симышный год. Мне кажется, весной. Нет, зима уже была. Мы же здесь больше года. Представляете? Так, что у нас там с навыком-то? Прокачивается? Мне страшно интересно. Да, прокачивается уже. Прямо уже скоро. Давайте посмотрим, как она уже делает собаку у нас. Ладно. Ну. Ну. Нормально. Я, кстати, люблю вот это упражнение. Хорошо вытягивает спину. Напрягает торс. Вот что она. Дерево? Асана дерева? Да? Ну, давай. Собака пришлю. Собака барабака. Мне, кстати, вроде успокоилась наша собака. Я, по-моему, ей брала какую-то черту. Потому что это было просто невозможно. Это была какая-то бешеная собака. Реально бешеная. А еще я телек сюда забрала. Потому что все равно его посетители не смотрят. У них там есть музычка. Мне кажется, этого достаточно вполне. А второй динамик, который я купила, зачем-то второй. Мы просто переместим на второй этаж и все. Впоследствии. Ага. Еще давай собаку. Ну, еще собака не очень. Но я думаю, что мы как раз сейчас прокачаемся. И будет у нас уже собака получше и получше. Она только собаку делает, что ли? И раз. Да, собаку. О, все. Все, все, все. Бросай свою собаку. Ой, у нас там еще и ППВ-сетитель. Так, бросай все. Все, все, все. И беги. Беги, 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 беги. Кто, 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 кто? Кто-то из них. Они, кстати, сначала сообщают, а потом только... Ага, вот, появляются. Беги трусцой сюда. Вот так вот я бы сказала. Так, обслуживай покупателя. Ну, давайте глянем, что нам это дает. Так. Обслужить. Предлагать услуги в Синстаграме. Массажное кресло. Так, предлагать свои услуги в массажного кресла. Не предлагать массаж рук. Не предлагать массажный... Массаж стоп. А что у нас? Шесть. Вот так. Угу. Угу. Будем прокачиваться. Будем прокачиваться. Теперь я с ним-то все нормально. Я то кресло купила, все хорошо. Это меня не может не радовать, что в этом случае я не лоханулась. Но нам нужно просто еще прокачаться. Ну, с этим понятно. А сейчас будем прокачиваться. Что ты стоишь? Вот что они начали так часто просто стоять и стоять и стоять? Что ж такое-то? Что у тебя? А, тебе нравится муточка? Ты можешь обслужить вообще как бы своего? А то он сейчас уйдет. Купатель своего. Алло, женщина. Вы этот... Идете, нет? Что-то у них не так. Вот после последнего обновления я в предыдущем тоже этом геймплее это заметила, что застреют. Они, конечно, и раньше застревали. Это всегда было такое. Но сейчас прям какая-то эпидемия. Прием частенько начали. Я когда заставку для этого общежития снимала, у меня вообще там персонаж так застрял. Она просто вообще не двигалась. Мне пришлось перезагружать игру. И, в общем, я там какие-то только танцы с бубнами не финцевала. Еле-еле откачали. А то она как статуя стала и все. О, пряный хлеб. Или сейчас этот товарищ что-то купит? Я надеюсь, что-то приличное. Так. И чё? И чё? Чё он так купил? Ничего не купил. А, у нас, кстати, эти очки бонусов. Давайте глянем, что мы вообще тут можем. Ни чё мы не можем. Вывеска, которая будет постоянно ломаться. Кассовый аппарат будущего. Дополнительный работник. А что-то поставщик заказал слишком много товаров, поэтому временно снижает цены. Не, нам не надо снижать. Быстрое пополнение запасов. Слегка снижается время, которое требуется членам Северии. Так, нет. Быстрое оформление заказов. Табличка. Forbes 500. Открывает доступ к достичным украшениям, которые заявляют о превосходстве магазина на рынке. Зайдите в один. Ну, короче. Любопытный покупатель проводит больше времени. Лучший менеджер. Серьезный покупатель. Будет охотнее совершить покупки при первом посещении магазина. Отлично. Вот нам бы... Нам бы... Вот бы... Как бы... Так, пошлите, короче, вышивать. Нам теперь надо попробовать вышивку какую-нибудь продать. Простые схемы. Давайте маленький обруч, небольшой обруч. Ух, а у нас опять денег нет. Ясно. Восстанавливаем деньги. 200, наверное. Потому что еще надо будет что-то готовить, наверное. Что, я правильно что-то сделала? А у нас, видимо, этот, что-то все-таки он купил, наконец-то. Так, вышивание. Небольшой обруч. Радубы. Отлично. Вот. 330 шоколада на суфле. Отлично. Я считаю, прекрасно. Мы уже за две покупки заработали 450, 450, 467 миллионов практически. Так что, в целом, мне кажется, оно нормально. Ну, как бы, да, оно немножечко дешевле получается, но, в общем, потоки, мне кажется, лучше. Вот опять она стоит и втыкает. Стоит и втыкает. Вот, иди, пожалуйста, вышивай уже. Надо было, наверное, надо было, наверное, ее сюда где-то поставить, но... Ладно уж. Уж. Я буду следить. Если что, телепортируем ей сюда. Тут, на самом деле, не так уж много всего осталось. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Всего семь у нас осталось. Мало осталось. Хорошо продается, на самом деле. Ну, как бы, неплохо продается. Вполне себе. Поэтому что-то не нравится. Так, получен навык вышивания. Отлично. Вышивать. Так, желатиновый торт «Радуга». Отлично. Что у нас минус 136? Что-то такое было, я не поняла. За что мы заплатили? Мы вроде за обруч меньше должны были. 80 чего? Всего заплатить, и мы уже заплатили. Что-то такое было. Мне прямо интересно. Мы тут переместились случайно. Так, давайте мы вас ускорим. Вы как-то все медленно двигаетесь и ничего не покупаете. А, у нас третья покупка была. А почему у нас все-таки минус был? Что произошло? Что-то я не поняла. У нас, кстати, еще надо бы поухаживать за нашим садиком и тоже снять урожайчик. А, наверное, не надо пока. Так, стоп. Подожди. А что ты не вяжешь? Не-не-не-не-не вяжешь? Не вышиваешь? Ты уже типа закончила? Мне кажется, нет. Ты там что-то только начала. Что ты не хочешь? Понятно. Пальцы болят. Ну, занимайся тогда этим. Вот. Не хочешь вышивку делать? Прокачивай свой навык. Этого. Да, я знаю. Ты укол лучше поделать. Собаку потискай. Собаку потискать это всегда хорошо. Так, давай. Ешься. Мы пошли следить за этими покупателями. А то они такие товарищи. Не присматриваешь за ними, они уже прям расслабляются. Расслабляются. Так, тебе бы в тушь, наверное, надо было сходить. Ну, да ладно. Что у нас тут? Да, ты укололась. 24 минуты. Нормальненько. Морозно. Низкая температура. Да, у нас нету ничего. Никакого отопления дополнительного. Никаких термостатов и всего прочего. Я не покупала. А что у нас там за гигантская лужа? О, ёшкин кот. У нас всё сломалось. Надо всё чинить, мыть. И у нас... Всё немножечко плохо. Ну, ладно. Я это не сейчас буду делать. Так, у нас что-то купили. Запеканку. Нормалёк. Нормалёк. Мы сейчас перестанем, наверное, тратить деньги вот с этого счёта, чтобы открыть второй этаж. Чтоб четыре тысячи накопить. Потому что я в прошлый раз записывала всё, что мы там накапливали. Ну, мне кажется, это всё-таки как-то... Ну, во-первых, это неудобно. Во-вторых, как-то не очень честно. Поэтому единоразово я попробую накопить. Это, в принципе, не так уж сложно. Так, что-то ещё у нас купили. Угу, морковный хлеб. Цельный морковный хлеб. Вот у нас бы пару штук чё-то вот это всё бы раскупили. У нас ещё эти... Я забыла, что они так быстро замарываются. Они грязнятся просто с какой-то нереальной скоростью. В общем, следим за ними, чтобы они покупали всё. Ну, что ж, возвращаемся к нашей мечтательной Зое. Она у нас сейчас мега просветлённая, потому что, на самом деле, весь вчерашний день, после того, как я с вами попрощалась, тогда ещё вечер, и потом ещё целый день, я заставляла её заниматься йогой, чтобы прокачивать навык здорового образа жизни, чтобы, наконец-то, попробовать, что же у нас получится, либо не получится, как это всё организовано. В общем, она уже мега-мега просветлённая. Но вышивку она сделала всего одну, потому что она постоянно колет свои пальцы. В общем, ничего не получается. Вышивку мы прокачали только до второго уровня. Здоровый образ жизни у нас 6, и не процентом больше, потому что она уже хотела есть, спать, и, в общем, всё на свете. Вот она уже её привела в чувство. Плюс, кстати, мы вчера хорошенечко заработали. Мы вчера заработали 1297-16 предметов было куплено. Из больших холодильников и открытых у нас практически ничего не взяли. Но с вот этих вот более-менее. У нас, кстати, тут совсем как-то грустненько. Надо, конечно, готовить, но я не хочу готовить. Я хочу делать маникюр, пробовать. Можно, наконец-то, этот... Девочки, записываемся на ноготочки. Писать. Так, давай открываем магазин. Конечно, сейчас очень рано, 7 часов, в воскресенье. Может быть, кто-нибудь, да, пойдёт. Нам нужны посетители. Потому что я так поняла, что вот это кресло работает именно вот на общественном участке. То есть я так понимаю, что даже вам не нужен специальный спа-салон, чтобы он начал работать. То есть, ну, то есть там же можно выбрать отдельно прямо спа-салон. Так, пока у нас накапливаются наши посетители, я бы тебе предложила, конечно, продолжить твою вышивку многострадальную, которую мы никак не можем закончить. Смотрите, вот у нас есть радуга. У нас есть человечки, которые мы не можем, да. Так, что у нас? Когда у нас перестанут болеть эти пальцы? Два часа, вы серьёзно? А, ну да, она что-то тоже допоздна сидела. Ну, давайте тогда что-нибудь приготовим. Раз такое дело, раз она ничего не может делать, то займётся своей прямой обязанностью. Чего-нибудь такого. Раз такого. А, у нас же как раз прокачаный, прокачался один навык, поэтому у нас появился... У нас были шоколадные сухари, у нас теперь пончики с бекуном, зеленозерновые пончики, крем-брюле. Вот, давай всё готовь, всё приготовь заодно. И пополним и холодильники, и заодно народ. Чё, я... Крем-брюле. Я же сначала вот это... Да. Как раз за это время народ подкупится, и мы будем заниматься. Кстати, я наконец-то добралась до своих записей, из-за того, что так давно я не играла в этот челлендж, они уже куда-то, в общем, провалились. И я узнала прекрасную весть о том, что для того, чтобы нам открыть кухню, нам нужно всё-жнавсего просто кулинарию до пятого уровня прокачать, но нам нужно целых восемь тысяч. А для того, чтобы столовую открыть, которая вот эта у нас, это нужно изысканная кулинария пять. И четыреста семь миллионов, и ещё закатить званый ужин. Я не уверена, что мы это будем делать, потому что, на самом деле, открывая каждую комнату, надо было что-то делать. Но из-за того, что у нас тут и бизнес, и наследство, и всё на свете, я немножечко всё-таки упускаю, потому что иначе мы сойдём с ума. А как видите, я тут ещё бизнес решила замутить. Вот. Ненасытная женщина, которая хочет заработать всё в этом мире, все деньги в этом мире. В общем... Так, нам надо вот эти штуки убирать, потому что они нам мешают. Что-то из прошлых. Или там надо как-то их... пополнить запас товара, интересно. А, это она будет, видимо, то же самое. А я не хочу прям то же самое. Я хочу, чтобы было разное, между прочим. Так, ну, народ подкопился. Давайте-ка нажмём на наше креслице. И что мы увидим? Обслуживать. Ну, во-первых, нам нужно с Инстаграм наш прокачать. Так, у... Так, так, так. А почему не предлагать маникюр? Почему не предлагать? А чё, всё не. Что это такое? Давайте нажмём. Нет. И что-то не то, да? Да. А, они сами, видимо, должны... Так, подождите. Подождите. То есть... А, это нужно ждать клиента. Получается, да? Вот, мы не предлагаем педикюр и массаж штоп. Мы предлагаем только маникюр. Правильно? Так, я знаю, если у тебя всё плохо. Подождите. Как же нам привлекать клиентов-то, а? Что ж делать-то? Давайте в Инстаграм. Ты не можешь это на улице делать? Где ты вообще находишься? Напряжённая ты моя. Ты можешь выйти на улицу тогда, раз ты такая напряжённая у меня? А чё ты ничего не делаешь? Вот опять она стоит, ни черта не делает. А у нас, блин, нету места. Вот надо эти таблички поубежать. Зачем? О, какая красивая женщина, смотрите. С короткой стрижкой, такой стильный. Она так стильно одета. Хм. Вот мужчина какой-то интересный. Высходящая звезда, ясно. К нему просто так не подойдёшь. Ты просто так опять стоишь. Вот просто так. Она стоит, тупит. Откровенно тупит. У неё ещё всё плохо. Ой, ёшкин кот. Лепись книговика, иди. Жди клиентов. Если ты отомрёшь когда-то в этой жизни, опять, видите, стоит, просто стоит и всё. Кстати, как вам её комбетик? Это из фермы. Смешное, правда? О. Мы начали двигаться. Отлично. Уже хотела её этот, ну, обновить. Ай, я закрутилась. Да что ж такое? Так, подождите. Что нам там написали? На пути к Славе, это понятно. Картинка идеально подходит к сегодняшнему настроению. Подписчиков тоже, как я думаю. Зоя получает 12 подписчиков. Теперь он... Ага. То есть нам регулярно, я так понимаю, надо это будет делать, чтобы привлекать клиентов. То есть тут не просто так. Так, подождите. Стоп. У нас же есть один обруч. Я же хотела ещё обруч попробовать. У нас есть один обруч. Вот, радуга. А почему я не могу его на стену повесить? Ну... Как-то очень странно. Так, на продажу. Подождите. Ну, почему я не могу его на стену повесить? Я сейчас попробую через режим строительства. Итак, через строительство тоже не получилось. Я только что прочитала, что через багаж и получается создать копию, чтобы повесить на стену. Это как-то очень странно выглядит. То есть на стену их вообще нельзя. Ну, только копия получается. В общем, я что-то не поняла в этой жизни. Ну, да ладно. Так, она сейчас у меня окотенеет, но она очень хочет на улицу, потому что у неё ужасное строение из-за этого. У неё ещё плохо прошёл праздник. А, у нас Новый год был. Срочно надо... Вот, она стоит на улице. И что? И смысл? Это не так работает. Так, подождите. Вот, и что у нас? Ага. И что? А основной у нас нету? А, это она... Так, она продаётся? Нет? А что, она дешевле стала? Я не поняла. Эй. Я так не играю. В прямом смысле этого слова. Почему она дешевле-то стала? Чё это за дискриминация? Я так понимаю, обратно её нельзя сделать. Ну, чё ты нервничаешь? Ты же на улице. Стоишь. У нас там покупку кто-то хочет совершить. Кто там хочет что? Я не вижу ни над кем. Вот, они сначала сообщают, а потом только появляются. Так, бросай свою вышивку, иди в этот... Служи покупателю, пожалуйста. Я надеюсь, ты не будешь сейчас 3500 лет стоять там, да? Будешь? Хм. Ну? И чё мы тут стоим? И почему у нас не исчезает? Вот что нужно сделать? Вот что? Слишком давно не было. Вот, она стоит на улице. Вот, стоит на улице. Видите? Почему не проходит? Она, кстати, от этой йоги, смотрите, какие у неё ноги прокачались. Она тут супер мышцы себе накачала. Ой. Не ходит идти, ничего делать. Ну, что это такое? Что происходит с Симами? Что с контролем? Я не понимаю. Почему ты говоришь им идти? Они вообще... Какое-то неимоверное количество времени просто так ничего не делают. Что это такое? Меня прям немножечко это бесит. Прям вот... Ну что, она сходила на улицу? Побыла на улице? Всё, он уже не хочет. Потому что ты 3500 лет стояла на улице и... И фигнёй страдала просто так. Я злая. И посетителей у нас нет. А, ничё... А. Ясно. А. А, ё-моё. Я, значит... Ладно, я просто разбираюсь, как это всё работает. Я не профессионал этого дела. Иди, предлагай свои услуги. Оказывается, надо было не ждать, а предлагать. Кто хочет на ноготочки, подходите на ноготочки. У нас, конечно, такое место. Удачное. Ну, какое есть. Пока что. Что у нас там, кстати, по деньгам? Потому что по навыку она уже... Всё отлично. По деньгам ещё нет. У нас всего одна покупка была за 4 часа. Вторую мы упустили. Потому что кое-кто просто так стоял. И вот это вот жевал сопли на улице. Да? Женщина с одним глазом. Кто жевал сопли? Кто воняет? Ну, кто-то воняет. Ну, что поделать? Это покупатели. Им можно. Куда он идёт? Скажите мне. Подождите. Что-то у меня ещё из камеры происходит. У меня что-то сегодня всё не так. Что ты хочешь? Он выслушать вопрос, поболтать. Я так понимаю, он подошёл к ней что-то получить какое-то. Чубик голодна. У неё две полных миски. Чубик голодна. Что она будет делать ему? Массажик, видимо. Да, массажик. Ну, интересно. Нам дверь очень сильно мешает. Конечно, расслабляющий массаж на проход... Слышали? На месте, где хлопают дверями. И тебя постоянно бьют с одной стороны дверью. Это немножко странно. Согласна. Так, наша собака голодная. Супер голодная. Я прекрасно понимаю. Но только это бессмысленно. Служи, пожалуйста, покупателю. После того, как этого обслужишь, вернись на своё законное место. Ну, конечно, такое себе. Особенно, если это будет в другом помещении, она не будет вообще ничего успевать. Надо ей всё-таки кого-то в помощники, потому что мне кажется, это будет невозможно. Но мы будем постоянно выпускать просто посетителей или с одной, или с другой стороны. Либо на массажном кресле мы вообще ничего не будем зарабатывать. Потому что мы всё время будем в пекарне. О, они застыли. Отлично. Я считаю, это идеально. То есть, когда нам нужно обслужить клиента, мы застываем. Что-то она там говорит, но ничего не делает, по факту. Нам надо закончить уже хотя бы первый массаж. И что, он нам 40 долларов заплатил? 7 миллионов, точнее. Всего 40 7 миллионов? Серьёзно? И всё? Нету. Да, 46. Серьёзно, 46. Так, иди обслуживай малышку. Она сейчас уйдёт уже. Мы опять упустим. Мы никогда не заработаем нормальное количество денег, чтобы открыть второй этаж. Ну, наконец-то. Я надеюсь, она что-то хорошее купит. Тут уже всё загрязнилось. Так. Угу. Ещё один. Иди, вот уже обслуживай. Да, она сама не справится. Если бы не было вот этих открытых, то я думаю, она бы... Она... Кекс за 4... Да. Да. Ради этого я так нервничала и отправляла её. Ну, конечно, за массаж 46 миллионов. Мне кажется, это как-то маловато. Интересно, сколько за маниклы дают? И от чего это зависит? Раскрученность в Инстаграме или в чём? Ну, в этом всем Инстаграме их не... Драники. Из мягких крабов за 82. Ну, хоть что там. Так, а в нашей вышивке никто не заинтересован, да? Пока никто. Ну, давайте ещё попробуем... Попредлагать свои услуги. Может, кто-то позарится. Либо всё-таки назначать продавца. Но это очень дорого, на самом деле. Держать продавца всё это время. Я даже не знаю, что делать. Подскажите мне, как выйти из этой ситуации. Потому что мне нравится эта идея с массаж... Ну, вот, с маникюрным салоном. Как бы это прикольно. О, они пошли смотреть... Они пошли смотреть на мою вышивку. Или нет? О, к нам пришли на массаж, на маникюр. Он захочет сейчас купить нашу вышивку. Когда мы заняты. Это... Угу. И чего? Надо будет, кстати, тогда проход, наверное, установить. Мне кажется, удобно будет вот здесь, наверное. Чтобы в салон идти. А там что-то есть. Пока... Не понимаю, как это всё совместить. Ну, короче, вышивку пока не купили. А чё она делает? Опять массаж? Да, опять только массаж. Обидно. Интересно, сколько это заплатят. В смысле, какое умиротворённое лицо. Ух. Мне кажется, надо прокачать навык. Наверное, всё-таки от навыка зависит. О, интересно, это она обручена? У неё такой брулик. Угу. Там кто-то что-то у нас купил. Ну, тут интереснее. О, там что-то приличное, наверное, кто-то купил. Пряный хлеб. Спасибо тебе большое. Так, опять смотрят на нашу вышивку. Мне прям интересно. И чё? У нас всё такое грязное уже. Кошмар. У нас там унитаз хоть работает? Ой, тут тоже всё грязное. Мамочки. Я немножечко не успеваю, короче. Я сначала думала, что она всё сама будет успевать. Но, в общем, либо массажное кресло, либо открытые эти... Что, она 80 заплатила? Серьёзно? Либо открытые эти стеллажи для продажи выпечки, либо массажное кресло. Одно из двух. Либо помощник. Это вот третий вариант. Мне кажется, по-другому не получится. Ну, вот, третий... Ну, вот, третий вариант не донул. Либо так, либо так. Ох, непонятно. Как это всё организовать? Ладно, что мы придумаем? Что-то она читает. Тут такое интересное. А, журнал. Сейчас, на кого она так посматривает? Мне аж страшно. Чё журнал-то пропал? Она на мальчика так смотрит. Не надо так смотреть. Смешная она, конечно. А шорстики такие тоже смешные. Ещё с этими накачанными ногами её. Ладно, мои хорошие. Я думаю, на этом можно закончить. Подписывайтесь, ставьте лайк. И советуйте мне, что с этим всем делать теперь. Чё-то я себе нагребла всяких бизнесов. Я теперь не знаю, как этим всем руководить. Ну, попробуем как-то это всё разрулить. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих серий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok